ежегодно от инсульта в ульяновской области умирает более 1200 человек инсульт серьезное заболевание которое не терпит замедлений острый период длится всего лишь несколько часов и в этот момент главное быстро среагировать а если этого не сделать то наступает отек мозга а как следствие кома или смерть героиня нашего сегодняшнего выпуска пережила ишемический инсульт своих 65 лет и обошлась без последствий в этом ей помогли специалисты ульяновской медико-санитарной части мы продолжаем цикл передача те кто спасает жизни о специалистах медицинских учреждений ульяновской области об уникальном оборудовании которые используются в клиниках региона о передовых технологиях помогающих там где раньше это считалось невозможным все это спецпроекте спасая жизни ежемесячно в первично осудистые отделения ульяновской области медсанчасти попадает около 300 пациентов с диагнозом инсульт елена валерьевна расскажите чем история нашей героини отличается от истории болезни других пациентов несмотря на тяжесть состояния данной пациентки при поступлении к моменту выписки и ей удалось избежать выжженного нивологического дефицита сосудистые заболевания является одной из причин ведущих причин смертности и инвалидизации в российской федерации наиболее актуальной проблемой в неврологии конечно же является инсульт инсульт это недостаток кровоснабжения сосудов головного мозга в результате которого случается сбой в работе головного мозга и как следствие нарушение мозгового кровообращения инсульт само по себе заболевание очень тяжелое потому что зачастую он приводит к смерти пациента или к тяжелым выраженным нивологическому дефицит зачастую у некоторых пациентов инсульт в течение жизни может возникать и несколько раз такие пациенты есть и их привозят и даже за год случается несколько раз принято считать классические факторы риска инсульта то есть это возраст конечно генетические особенности это заболевание сердца это сахарный диабет этот расклеротические изменения различные патологии системы свертывающей системы крови то есть причины разные лечение зависит конечно от вида инсульта от диагноза то есть инсульта бывает и ишемические инсульты геморрагические то есть некоторые виды мы лечим консервативно в нашем отделении есть инсульты которые мы лечим с помощью нейрохирургов то есть они помогают это оперативное лечение это геморрагические инсульты консервативные методы лечения это комплексно это сосудистая метаболическая нейропротективная терапия эта терапия комплексная нашей базе мы также лечим с помощью тромбоэлитическая терапия, то есть если пациент к нам поступает в период открытого терапевтического окна, а это первые четыре с половиной часа от начала заболевания, мы имеем возможность провести пациенту тромболизис, то есть, говоря простым языком, растворить тромбу. Этим мы можем в дальнейшем повлиять на прогноз и можем уменьшить, минимизировать неврологический дефицит у пациента. Татьяна Федоровна резко почувствовала себя плохо утром 15 августа, у нее стали иметь конечности, рот, язык. На момент, когда к женщине приехала скорая помощь, верхняя отметка ее артериального давления составляла 260. Женщину отвезли в приемное отделение Ульяновской медсанчасти. Елена Ивановна, расскажите, что было дальше? В приемном отделении ее осмотрел дежурный невролог, ей была проведена компьютерная томограмма головного мозга, и с предварительным диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения, данная пациентка была госпитализирована в отделении реанимации. При госпитализации в отделении интенсивной терапии, значит, ей проведена полностью, значит, проведена гипотензивная терапия, значит, сосудистая терапия. Нормализованное было давление, вот, значит, быстро оккупировались все симптомы инсульта, вот, она жаловалась на онемение в правых конечностях, онемение нижней губы, головная боль, головокружение, вот. В течение суток мы ее наблюдали, полностью вся симптоматика у нее ушла, вот, и на следующий день мы ее спустили на второй этаж в наше отделение. Лечащим доктором как раз была я, вот. Очень хорошо она подавалась лечению, вот, назначена была терапия в полном объеме, массаж, вот. Практически все симптомы инсульта у нее ушли в течение буквально трех дней, вот. Перестала она жаловаться на головную боль, на окружение, это хорошая была цифра давления 120-130, вот. Опять-таки проведено полностью все обследование, то есть мы сделали УЗИ сердца, УЗИ сосудов головного мозга, ЭКГ, кровь, мочу, биохимию, то есть все как положено по стандарту, вот. И, значит, пролежала она у нас где-то 9 дней, вот. Выпасилась с очень хорошим эффектом. Сейчас Татьяна Федоровна чувствует себя замечательно. От болезни не осталось и следа. Единственное, поменялся режим. Теперь каждое утро пенсионерка меряет давление и принимает таблетки. Отныне лекарства нужно пить пожизненно. Я теперь принимаю таблетки, а раньше я этого вообще не делала. И утром я вставил мерю давления, вечером перед всем я тоже мерю давление. А раньше я этого вообще делала. Жила и жила. Вот так. Там диета, вроде теперь кофе не будет. Пока. После этого испуга. Ну, может, потом помаленьку будет. Ну, я теперь под наблюдением все, все рекомендации выполняю, какие мне врач написал. Там курсовой у меня на месяц и постоянно какие-то они, четыре препарата. Я теперь так напугана, что буду принимать все. Вот и да. Татьяна Федоровна никогда не жаловалась на здоровье. Все эти пилюли и больницы были так от нее далеки, признается героиня. По ее мнению, инсульт нагрянул из-за бесконечной череды нервных стрессов. Сначала женщина потеряла любимого мужа, потом дорогого питомца. Поэтому, мне кажется, все это одно на другое наславилось. Все это в течение трех лет, так сказать. Первый год муж, когда умер, я вообще же толком не спала. Я книги читала, запоем только, чтобы мозги куда-то включить. Я только на это думаю, что вот именно стресс один за другим, и все это накапывалось. А так, все нормально. Сейчас вот и на огороде пошвыряюсь. Приехал, заготовки делаю яблочные. Дела по дому Татьяна Федоровна сегодня делает не спеша, аккуратно и с осторожностью. Дикой рвенью успеть сделать все оставила в прошлом. Самое время насладиться каждым мгновением жизни. Куда я попал, в какое отделение, там похоже, что врачи любят свою профессию и относятся к этому с любовью. Я думаю, если бы они не любили это дело, мне кажется, тяжело работать. Сколько нужно терпения, сколько желания все это делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова